Мы давим наших врагов, но приближаем появление новых. Я вас приветствую, друзья. Да, момент, когда новые враги объявятся всё ближе, чем сильнее мы давим на текущих врагов. Они появляются там, где мы их обычно не ждём. Тем не менее, будем разбираться. Будем всех их побеждать. Так, ты восьмой левел по-прежнему, пока тебя не используем. Ты же ещё не скоро, да ещё один ход. Скоро, но один ход ещё остался тебе. Так, здесь один остался для сирен. Конечно, ему бы их сейчас нанять, этих самых сирен, но пришлось уйти. Тут я сообразил новый стэк, который может быть... Хотя они не успеют, он сирен ещё нанять. Хоть всем угодить не получится. Пока на этом всё. Значит, сдаём по дипломатии всё тихо, спокойно. Быстрые договоры. Ну, здесь Соломин остался лишь. Тот, кто хотел... Союз. Уже либо в союзе, либо с нами воюет. Одно из двух. Так, давай, Ахилл. Но мы сильнее сейчас Ахилла, представляете? По уровню силы мы сейчас его превосходим. Мы превосходим даже Гектора Троянского. К моему удивлению, но... По силе мы считаемся тут выше. Но и Альянс ещё тут, конечно, у нас есть. Гектор уплывает. Да, со стороны Гектора проблем не будет никаких. Нам однозначно нужно ближе к Спарте. Значит, захватывать новые земли. Разовый обмен. Предлагает взять у нас деньги. Говорит, давай, я твое казно облегчу чуть-чуть, говорит. На, тебе хочешь? Всё равно. Смотрите, а без разницы, что мы ему платим? Сто, что одну золотую. Эффект одинаковый. Поэтому я предлагаю подарить ему одну золотую и всё. Мы как бы у него просили, он нам давал. Мы ему тоже сейчас даём. Ну, баланс одинаковый. Если бы там хотя бы разница была, ну, как-то не солидно, да? Там между одной золотой и сотней баланс одинаковый. То есть мы ему предлагаем-предлагаем, а курс не меняется. Если же мы начинаем у него требовать, курс поменяется куда серьёзней. В любом случае. В отношении золота так точно. Просто так золото никто не даст. Золотой запас. Ахейцев. Чё, уже всё? Крит взяли? Крит ваш? Теперь шпионы уходят? Да, спартанцы. Расплывают все агентики. Но пойдёт ли он сюда? Вопрос большой. Потому что высаживаются на берег те же амазонки. Вот, смотрите, как в боевом раскрасе выглядит. Красотка эта. Амазонки бесчистуют на берегах. Тот же Гектор. Хотя, с другой стороны, Менилайя это мало колышет. Его территория здесь. Здесь уже пусть братец, да, разбирается со своими союзничками. Мирный договор предлагают. Готовы даже расстаться с ресурсами. Но мне... Вот это поселение важно. Мне нужно твоё поселение. Здесь ещё постройка уникальная, может быть. Ушёл. Всё-таки он пытается спасти свои жизни. Жизни солдат, которые сбежали. Жизни трусов. Не пошёл он захватывать поселение. В принципе, шанс в том поселении у него был. То поселение не настолько мощное. Пилос. Я надеюсь, всё-таки его законфедератить. Мы с ним дружим. Мы с ним хорошо общаемся. Я его даже буду подарочками так... ...одаривать. В итоге Одиссей... ...сольётся... ...с ними... ...в союзе и конфедерации. Древнее сокровище. Иносемный посланник сообщает, что его агенты нашли древнее Минойское сокровище. Забрать сокровище. Влияние здесь счастья. Вся фракция. Прирост вся фракция. Эффективность управления. В прицарских указах. Либо влияние, я бы взял. Либо всё-таки счастье. Влияние всего лишь на два хода. Щедрость увеличивается на пять. Давайте раздать народу. Как раз... ...на этом... ...острове чуть-чуть в плюс выйдем. Приятно же выйти в плюс. Ну и сирены. Погнали. Погнали. Приближаем этот час. Заговор на успех. Благосклонность Аполлона увеличилась. Пока ты по-прежнему восьмой воевал. Почтение к бредкам. Лира из слоновой кости. Вероятность успеха действия агентов. Так... Дальность перемещения. Все ресурсы, когда бездействуешь. Стоимость найма. Влияние при успешном действии в своем поселении. Вот так вот. Помнишь, что-то было полезно. Здесь мы не высадимся. Но мы сможем вот отсюда перейти быстро. И... Да. Я что-то подумал, сначала на Олен нападать. Нет. Все правильно. Идем сюда. Двигаемся к этому поселению. По-хорошему мы на следующий ход и сможем даже дотянуться. Здесь никого не видно. Гарнизон слабенький. Столица провинции уже занята нашими союзниками. А ну-ка, подожди. А что вообще... Он на себя представляет сейчас. У него союз со Спартой. Он себя чувствует хорошо. Со Спартой у нас отношения ухудшаются. Значит, мы с вами тоже. А ну-ка, давайте. Отношения. Пилос. Я тебе подарю что-нибудь. Хочешь? Давай золото. Вот так вот. Отношения, правда, пишут, что ухудшаются. А второе царствие порой нужно было перезайти, чтобы потом нет. Ухудшаются, по-прежнему пишут. Хотя мы его поддерживаем в войне. Мы и из-за него во всю эту передрягу влезли сейчас. Тем не менее, он Мерзавец. Не хочет с нами. По-хорошему. Нанять пока прачников. На этом ходу посидим. Наймем еще прачников. Потому что я думаю все-таки не ждать подкрепления, напасть, захватить город. И уже в том поселении. Тель-моп-тель. Не туды. Не туды и не сюды. Так, давай. Одиссиюшка. Для начала шпион отправил. Вы шпион. Проведет разведку. Нет, это все. Это последние ваши силы. Одиссей без проблем их добьет. Надавал по щам. Даже без потей. Практически. По факту, к тому же мы сейчас полностью восполнились. Но возьмем еды. Еще определенный минус имеется. Да и запасов не так много еды. Преданность. Щит. Ближним герою. Пленный в бою. Кстати, картинка какая-нибудь интересная. Щит. 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 Щит тебе не нужен. Щит тебе не нужен. А у тебя есть... Не, подожди, не у тебя. В первую очередь. Да, тяжелый шлем. Обычный. Но боевой дух всех отрядов увеличивается лишь. В принципе, можно и заменить. Либо прочные доспехи выдать. Либо щит. Броня героя. Защита в ближнем бою. Плюс преданность. Ну давай, защита в ближнем бою. Преданность. Боевой дух дальнобойных отрядов. Это я пока тебе не назначаю. Живи так. По-прежнему. Красавица. Обеспечь мне благосклонность Посейдона. В идеале, ее бы подождать до последнего. Использовать лишь уже на финальном этапе. Но не хочу сейчас. Сейчас. Сейчас слишком не терпится мне. Уходит эпический агент. То есть можно было подождать, когда останется один ход, использовать и прокачать таким образом шпионов, полководцев, которые рядом с ней. За счет ее пассивки. А потом... Вот он, Посейдон. А потом только отдать приказ. Эпический агент. Так, подожди, нет. У нас это не в эпическом агенте. Это здесь будет. Циклоп. Вместо кого тебя берем. У нас уже легких не осталось, ребят. У нас есть прачники, которых можно повыгонять. Можно повыгонять тяжелых застрельщиков-островитян. Они не профильные, твои бойцы. Все-таки. Ну, средние, не тяжелые. Здесь они как бы называются тяжелые. Для застрелов это уже тяжесть. Ну, просто... Давай, зайди в свою провинцию. Заодно потерю восполним. Один отряд распустим. Передавать не буду. Нанимаем циклопа. Продовольствие. Две тысячи найми. Пять сотен содержания плоти. Ну, прилично. Безусловно, эта боевая единица обходится нам дорого. Но у Одиссея уже есть циклоп. Личный, личный циклопик. Сын Посейдона. Вроде бы и есть. И хочется что-то построить. Но с другой стороны, сейчас... Какой смысл это делать? Пройти не будем. По-прежнему не станем шутить с Алихом. Сдаем ход. Сейчас добьем того, как поступать с островным этим государством. Слишком хорошую оборону он выстроил. Объявить войну, попытаться отсидеться. Вытащить стэк. Разбить, а потом на контратаке ловить. Просто стэк плюс армия. В гарнизоне. Это жестко. Ох, Гектор, Гектор, Гектор. Судя по всему, сейчас Гектор разобьют. От него остается немного. Жалко. Хоть он и наш враг, но все равно. Такого он не заслужил. Минелай. Не, все-таки добивает Минелай. Еще есть соперники. По-хорошему у него получается так, что западная часть острова Крит принадлежит ему. Восточная там другой фракции, я не помню, кто сидит. Изначально здесь две фракции находилось. Насколько я помню, когда играл, по крайней мере, за Минелая. И одна относится очень хорошо к нему. То есть дружит. Сразу можно и там чуть ли не до союза дело довести. Но нужно ли это только вопрос? Провинции дробить, делить с кем-то. Помогать они не факт, что станут. Потому что находятся на отшибе. Далеко сидят. Это если игроку объявляют войну, то искусственный интеллект отправляют его на армию, на другой край. А других это не сильно интересует. Так, ты хочешь договор о праве прохода. При этом ты находишься далеко. Ну окей, хорошо. Давай. Давай примем. Ладно, предположим. Понаблюдаем за тобой. Мы будем наблюдать за тобой. Мы следим. Македония рядышком. С Македонией нужно договориться. Уже вот она ее граница. Фракции. Договор о ненападении. Требования. Ну ты же понимаешь, что я платить тебе не буду. Хочешь нападать? Нападай. Я сейчас на севере договорюсь. Атакующий Грея. Спарта. Конечно же вступим. На стороне союзника. Со спартанцами нам нужно сейчас улучшать отношения. Иначе Аркадемии те станут поводом разорвать союз. Кнос. Вот они. Да, точно. Кнос сидят. И к Менелаю хорошо относятся. Аптера. Гнев Зевса. Максимальный размер в этом регионе минус один. Поврежденные постройки. Надеюсь постройки не сильно повредились. Счастье справедливое. Ну, по большей части отделались испугом. Так, счастье, город в лесу. Окей. Бай мои витс. Город слабенький. Ну давай, чтобы тебя прокачать. Еще подстрекательство используем. Полный успех. Великолепно. Прокачиваем. В любом случае сейчас разбил бы Одиссей на автобой. Это поселение. Эта война достаточно банальная и неинтересная. Дополнительная поставка бронзы. Дальность обзора. Вероятность убийства. Вероятность убийства. Дальность перемещения. Вероятность успеха всех действий. Можно. Всех действий можно. Либо урон вражескому гарнизону сейчас качнуть. Забираем усталость в бою. Мифических отрядов садников и колесниц. Боевой дух мифических отрядов садников и колесниц. То есть, ну сейчас здесь у нас это гарпии, по большому счету. И циклоп. Разберись. Качайся, циклоп. Качайся. Расти большой, не быть лапшой. Даже 19 тел уже вынес. Фракция эпиротов уничтожена. Захвачена провинция. Все. Эпир наш. Здесь сразу казарму сносим. Продовольствие. Ну, удачно он построил. Кстати, он очень хорошую возвел постройку. Здесь еще пахотную землю возвести сейчас. Дешевле. Вариант. И все. С тобой как быть. На следующий ход отправим шпиона. Посмотрим, что у него там за армия. Потому что схерея. Храм Зевса. Бастион. Жалко, нет возможности. Не знаю, как. Скавин и землетрясение вызвать. Буквально на один уровень понизить бы город. Хотя на втором бы еще все равно укрепление действовали. И гарнизон принимал бы активное участие. Можно, конечно, рискнуть. Если у него армия не сильно мощная, напасть. Осадить. Пусть делает вылазку. И пытаться уже на контратаке два отряда его разбирать. Но у нас сейчас война здесь. Нет, не дотягиваемся. Однако здесь мы сейчас не дотягиваемся. С тобой у нас право прохода было подписано. Ты надоедал. Да. Ты не надоедал с правом прохода. И мы договорились. Саламин Далопия. Далопия, Далопия. Уже хочет даже союз. Мы не будем, конечно же, подтягивать. К этому союзу. Аркадия, они готовы подписать с нами мирный договор. Похоже, все-таки они с Пилосом активно воюют. И сейчас их не интересует. Война на этом фланге. Удивительно, что даже они не лезут. Это даже как-то странно. Ко мне они не лезут. Тут уже никого не будет. Ровным счетом. Карта заканчивается. С македонцами. Подписать договорчик. А, подожди. Договор о ненападении у нас подписан. Договор обмена даже есть. Право прохода ты не хочешь. Другого в целом и не надо. С вами у нас что? Тоже есть договор о ненападении. Замечательно. Со всеми соседями здесь мы подписали договор. Всех проверяем. пилосгиоты лишь пока выделились. Я думаю, ничего страшного. Пока ничего страшного. Работай. Полный успех. Красавчик. Насколько вообще влияние тут выросло? 53 персонажи пишут. Ну давим, давим. До 50. Так потихонечку дойдем. Это учитывая, что ему столица провинции принадлежит. На его месте он должен уже нам объявлять войну. Так ты добегаешь. Прямо ты реально добегаешь. Попробуем засаду. Ты попробуй просто на ускорении залезть в город. И все. Гарнизон слабенький. Второго полководца можно будет и оставить для штурма. Я почему-то думаю, не поверят в нашу победу. Придется разыгрывать сейчас это сражение. Брать город. Забирать. Нам с ними нужно как можно скорее разобраться. Чем дольше мы с ними воюем, тем сильнее отношение со Спартой будет портиться. А так, ну разобьем их, а потом с живыми будут договариваться. Уже по факту, да? Победители не судят. И Спарта скажет, ну мы не успели с вами сильно отношения испортить. Вы живые, а не мертвые. Нам нужно будет воевать здесь, а не в царстве Аида. Так что... Ну, Одиссей, ничего страшного. В общем, на это мы порешаем. Иначе сейчас Минилай там разорвет... Нестора. Ну, может быть, как раз поддержка наша Нестору будет улучшать отношения с ним. А если Минилай будет воевать с Нестором, ухудшая его положение, тот согласится на конфедерацию. Но есть надежда. Все-таки в той же Вахе обычно как конфедерация, если хорошие отношения, и если напряженные какие-то обстановки, если его давят, если его поджимают, если вокруг него враги, конечно же он к конфедерации будет готов. Если ты окружил его территорией своими землями, то есть он в безопасности. Враг, пока до его города дойдет, по твоим землям ты уже всех разобьешь. Или уже и не нужно будет ничего делать. Аякс. Прости, но не готов я союзы подписывать. Тут один уже боком вон выходит. Отчасти. Старый друг Одиссея. Абанты. Расторгли договор. А вот как раз, смотрите, делают заготовочку под войну новую. Закончили? Не зря я эту серию начал с фразы, да, что мы, в принципе, добиваем старых врагов, но приближаем появление новых. Этот час все ближе и ближе. Потому что как только мы избавились от одного врага, у нас потенциально может появиться новый. И даже договор разрывает. У нас на острове договор с Хиреей разорвало. Это город так называется, да? Как в том анекдоте. А Рою он оставил, смотрите. А Рою оставил. Ну-ка, давайте сейчас мне агент нужен. Шпиона нет. Есть возможность Жрису нанять. Афина. Арес. Аполлон. Давай, ладно. Аполлона. Берем. Нам нужен кто-то, чтобы хоть разведку проводил. Тебе мы что качали? Вероятность успеха устрашения речи. Счастье в данном регионе, когда бездействует. Вероятность успеха действия вражеского агента. И на этом все, да? Можно тебя и развернуть в другую сторону. Вероятность страшные предсказания, жертвоприношения, защита, когда сопровождает армию. Вероятность успеха жрицы. Вероятность успеха. Страшающие речи, золото. Давайте десятку, наверное, отправим сейчас. Отправим десяточку. Счастье в данном регионе, когда бездействует, вероятность доброго знамения, защита в ближнем бою. Можно ее даже будет к армии сейчас присоединить. Это страшные предсказания. Побуждение. Давай сюда. Защита. Вероятность успеха действия агента. Вероятность успеха действия страшные предсказания нас не интересует. К богам от обрядов нет. Доброго знамения в результате увеличиваем. Защита от дальнобойного оружия после добрых знамений. Атака в ближнем бою после добрых знамений. Но атака-то всегда будет, а стрелки у врага не всегда. Так что тут лучше, практичнее сделать. Вероятность успеха действия устрашающей речи. Устрашающие речи. Защита всех отрядов при успешном действии против чужого поселения. Устрашающие речи меня особо как-то интересует. А второго агента сажать на вот это вот прокачаем тебе попозже. Как-то не хочется. Давай устрашающие речи тетуй качнем. О, подожди. У тебя еще, 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 еще уровни есть. Ты же 10-го аж. Вероятность успеха действия страшные предсказания. Предс, похоже, оставить тебя. С прокачкой. Там с богами вот это вот скучная тема. И это скучная тема и неинтересная. Мы такого не хотим. Почтение. Одиссей. Отправляй сюда шпиона. У него копьеносцы. В принципе, копьеносцы... Вполне посильные. Здесь солдаты с топорами. Копьеносцы со щитами. Можно попытаться сожрать его гарнизон шпиона. А ну-ка, шпион. Вероятность успеха всех действий шпионов. Гарнизон. Вот гарнизон. Вероятность... Чужую армию. Тут я выбирала. Здесь гарнизон. Ну давай, попробуем. Если есть такой вариант. И вообще, нужно сейчас проверить. Допустим, с партой мы объявляем войну. Да, объявление войны. Вскоре после разрыва. Здесь сообщение появляется. А мы берем... Где-то там. Фиаки. Объявляем войну. И все тихо, спокойно. Можно. Да. Никаких... Уже преград нет. Просто объявляй войну и захватывай город. Значит, шпион действует. Против гарнизона. Против непосредственно гарнизона. Но неудача. Каждый... Неудачный такой ход, это... По факту... Задержки. Я надеялся два хода. Раз-раз и все. Давай, выйдем. Сейчас на его остров. Мы мешаем это восполнять потери. По идее, у Одиссея есть такая тема, что он не дает восполнять потери. В этом регионе. Не позволяет противнику восполнять потери в данном вражеском регионе. Поэтому любое, что сделает сейчас шпион, какой бы урон он не нанес, и кому, армии или гарнизону, восполнить получится. А ты нападай сюда. Заберешь сам. Ну тогда давай пока что окружить. Ага. На ускорении придется тащить их. Уже ж... Сам ты сваливай. А теперь ты нападаешь полноценным стеком, чтобы все качались. Увел он армию отсюда. Небольшую. Такое ощущение, что искусственный интеллект все-таки сейчас, по сравнению с тем, что было на начале кампании, реагирует иначе на игрока. Хоть и пытается так же втягивать его в война, разрывает союзы, договоры. Но все иначе. Я даже здесь не вижу его армию. Неужели у тебя все так плохо? Или ты отступил сюда? Посмотрим. В любом случае, для начала этот город заберем. Потом будем уже дальше. Рулить. Древесины нет. Здесь издаем Эдикт. Пока что на счастье. Она же теперь... Левк. Стоимость найма. Трофея после битвы. Стоимость найма с двуручным. Стоимость стрелков. Влияние. Давай все-таки вот именно данный перк сейчас возьмем. Тебе. Собиратель. Дальше потом влияние. Поможет. Сейчас. Ахейское влияние здесь в регионе-то будет. Но если втрою идти. Тебе. В перспективе, может быть. И не надо будет, конечно, идти. Есть вариант, что появится легендарный лорд. Герой эпический. Из эпика. После. Очередного задания. Одиссея-то плыть, на самом деле, вот сюда нужно. Вот. Вот. Ну, в плане... В эту сторону. На остров. Пиратов гасить. Приплыть. Посмотреть. Если сейчас разберемся с этим городом. Ну, с городом, наверное, разберемся вот как раз-таки. При помощи шпиона и способности Одиссея не давать врагу восполнять потери. Можно ради интереса разочек сейчас армию коцнуть. Чтобы наглядно видеть, да, что они не восстанавливают потери. Что способность работает хорошо. Потому что на гарнизоне мы не можем посмотреть, насколько его покоцали, пока не нападем. А потом уже коцнуть гарнизон. И после этого уже Одиссея объявит войну. А пока сейчас начнем налет устраивать. Будем грабить. Ухудшать отношения с этой фракцией. У нее друзей нет. Не удивлюсь, если они сейчас появятся, конечно. Из-под земли. Как двое из лавца. Одинаковый с лица. Хорош. Хорош минилай. Первый сапог ахейский, который ступил, ну, по факту, скажем так, на земли около Трои. Не сказать, что прям Троянские, но около Троянские земли. Договор об обмене просит. Ну, ты далеко находишься. Теоретически можно было бы и улучшать отношения. Нам в эти земли примерно и плыть. Ну, давай пока забьем. Как только Одиссей начнет оплывать, нам далеко будет. Как раз остров Крит. Изначально, да, кампанию, когда начинали, обсуждали этот вопрос. Вполне возможно, поплывем через Крит. Может быть, через Материк. Производство. Всех производственных зданий стоимость уменьшили. И теперь поступление продовольствия за четыре сотни. Деньги есть. Деньги не вопрос. За один ход. Быстро. Оформим. Копите золото. Но, на мой взгляд, разработчики специально сделали такой дефицит еды. То есть, тебе, в первую очередь, приходится подписывать договоры. Я имею в план. Прямо активно подписывать договоры. У тебя какой-то ресурс получается в избытке. Выторговывай его. Плюс технологии. Указы, да, так называемые. Играют роль. Колодцы. Успех, красавчик. Но восстанавливает потери. Смотрите. Потери он восстанавливает. Но тогда хорошо. Тогда читаем как юридический документ. Законы там. Все как положено. Тут нужно контекст правильно подобрать. Там написано враждебный регион. В вражеском регионе. Они не являются нам врагами. Значит, их нужно таковыми сделать сейчас. Даже армию в любом случае нужно было первой коцать, чтобы она побоялась на Одиссее напасть. Или сделать контратаку. Мы объявляем им войну. Ладно, вот проще сделать. Война. А сколько у нас тут союзников по умолчанию? К нам все присоединились. Сразу кучу врагов. Завел себе. И смотрим. Потери восстанавливает. Смотрите. Вот. Теперь нет. А если мы включаем разорение? Тоже нет. Великолепно. Способность работает хорошо. Пополнение отряда невозможно. Эти земли испытывают нехватку пищи. Говорят. Ну, вряд ли он испытывает нехватку пищи. Но именно конкретно так обыгрывают то, что не восполняют потери, когда находится Одиссей в землях со способностью со своим. Вероятность успеха действия шпионов. Ну, наверное, сейчас тебе это возьмем. Успеха вражеского. Успеха всех действий. Давай успеха тебе. Добавим. Больше успеха. Ушел к успеху. Вперед. Почтение к предкам. Акт. Двигайся. Здесь уже есть армия. Воля не гарнизон. Не, воля не еще гарнизон не настолько суровый, не настолько большой. Можно. Заговор на успех. Ты бегом сюда. Причем давай, наверное, посмотри, что тут творится в городе. Здесь также нанимается армия. Небольшая, но армия есть. А тут будет стэк на стэк. Плюс у него город. Ну, давайте. Нападаем. А верят, тем не менее, в любом случае в нашу победу. И даже низкие потери обещают. Ммм. Низкие потери, говоришь. А что за город? Город знакомый. Город уже штурмовали такой. За Гектора помучиться даже в таком пришлось. Ну, давай, доверим к тебе. Посмотрим, насколько действительно низкий здесь потери был. Я все-таки думал, герой не эпический. Сейчас в него вообще верить не будет. Тем не менее, сливает. Легких ветеранов. Отправляет. На слив. Захватывай. Незначительная победа. Прочный шлем. Появляется враг убит. Придется прачниками восполнить потери. Ну и все. Смотрим теперь строительство. Поселение можно улучшить сами. Давай. И доступные очки навыков мы в курсе. По дипломатии на всякий случай. Вдруг сейчас кто-то конфедерацию захочет. А мы профукаем момент. В том же Вархаммере, да? Как обычно конфедерация бывает. Если ты упустишь момент, когда... Твой сородич, скажем так, проиграл битву и чувствует себя слабым. То на следующий ход он уже наймет какой-то отряд. А что я испугался, так скажется? Да не, я не буду конфедерацию подписывать. И все. Буквально за один ход изменится все. В одну сторону, а на следующий ход уже в другую. И этот момент нужно поймать. В идеале дипломатию каждый ход лучше проверять. Мирный договор. Я видел, что вы высадились. Я видел ваш стэк. Но все равно я подписывать договор не буду. Золото, смотрите, много. Сидят там, копят над златом, чахнут. Как царь Кощей. С македонцами подпишем. Сейчас встречное предложение. По факту вот эти договоры, они, если ты их отвергаешь, не влияют на отношения. Но, на мой взгляд, если договора такого нет, искусственный интеллект понимает, что это зеленый свет, объявить войну. Нужно. Нужно предлагать ему. Выгодные какие-нибудь поставки. Вот так вот. Попробуем с минимальными тоже так делать, да, в прохождении. Пока минимальными. Чисто откупаемся копейкой. Обнаружена засада. Разведчики заметили войско врага Абанты. Надеясь застать нас расплох. Картинка, кстати, интересная засада. А они ставят силки им. А мы заметили засаду где? Я думал, нифига себе он этот степь прислал уже к моим границам. Так вот, и если говорить об еде... Ой, об еде. Об объедение. Как из торговой конфедерации, да. Звездные войны эти разговаривали. Примерно так. Скоро строительства всех производственных зданий. Можно улучшить трофеи после битвы. Дипломатические отношения с ними. Кстати, можно улучшить дипломатические отношения. Тоже за золото это все купить. Если много золота, то это вообще хорошо. Еда к тебе придет. Расход древесины на строительство. Строительство всех гражданских. Семь ходов. Ну, давай, наверное, все-таки сейчас пока... Поступление древесины обеспечим теперь себе. Пойдем в эту ветку. Поступим именно так. Опа, а ты и здесь... Не, не сбежал, не сбежал. У него здесь авангар гигантов имеется. Нападаем. В него верят уже больше. Может, и есть гиганты. Мифический отряд, который на автобусе сливается. По большому счету. Жертвоприношение. Сейчас проверим. Боевой дух своих отрядов плюс восемь. Эффекты влияют только в этом бою. Накопление ярости, боевой дух героя, счастье и дальность перемещения на карте кампании. Вот они хотя бы так. Эффекты армии отображаются. Что ж, сражаемся. Город. Город будет наш. Здесь никого уже сливать нельзя. Не хочу. Итак, остался один всего лишь опытный отряд. Который был с Одиссеем. Который одерживал первые победы. Служил с ним. Был его опорой. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Но это еще не нервный тик. Поближе. Поближе-поближе. Ну, вылазку и могут еще сварганить, как показывает практика все-таки. Так что лучше... Сейчас нам не лезть на рожон. Поставим вас сюда. У вас примерно таким же образом разместим. Вы быстрый, шустрый штурмовой отряд. Посерединке. Один отряд гарпий суда, один суда. Но мало ли где эти великаны полезут. А как ни крути, застрелы против них действуют удачнее, чем прачники. Хотя тоже неплохо прачники убивают. И лучники. Даже несмотря на их щиты. Погнали. Два героя. Два одиноких по жизни героя. Великаны на этом фланге. Исключительно на этом фланге. Так что предлагаю сейчас гарпий перебросить. Пока на этот фланг. У вас немножечко вперед. Ну и естественно пращник. А вот сюда легких надо было отправить. Я что-то забыл про вот этот. Фланг. Узбегайте пока что. В любом случае прачники начнут сейчас работать. Отрабатывать еду, которую мы на них тратим. А вы успеете отбежать. Ну и можно ускориться. Ты до них добиваешь? Подойди ближе, не стесняйся. Будь смелее. Копьеносцы ополчения. Чуть развернем. Здесь прачники, правда. Так легко. Может не получится. Давайте воины с дубинками. Пока только один отряд прачников отправим проверять. Крепость их брони. Возможно, мы с этой стороны сейчас и не будем ломиться. Мы не будем штурмовать. Легкие просто будут отвлекать. Большего от них требовать я сейчас и не стану. Подтягиваемся. Прачников он не стал. То есть я думал, если он отправит прачников, мы попытаемся их немножко вытянуть, потом толпой подойти. Но нет. Прачников он пока не подводит. Тогда будем всей компашкой. Здесь двигаться. И уже освободил. Даже можно не расстреливать противника, который ждет. Он освобождает нам просторы для маневров. Все. Ахейских прачников. Востроя он один. Все честно. Они еще и спиной к вам повернулись. Любимая ахейская тактика. Забиваться на площадь, что ли, задумал? Любопытно будет посмотреть. Хорошо. Подходим ближе. Все подходим ближе. Ты вряд ли площадь удержишь. А ну-ка по авангарду. А ну-ка намекните. Что мы с ними еще не попрощались. Вы все-таки ближе подойдите. Не стоит гарпию выставлять вперед. А вот полководца стоит. Хотя здесь два героя. Не так просто будет все это оформить. Официально. И получить лицензию. Разворачивайся сюда. Уходим. Так, гарпии. Единственный момент. Вы не стреляете без приказа. Вы стреляете по великанам вообще. По гигантикам этим. Авангард ваш. У вашего отряда кончились боеприпасы. Вот такие вот ловушки за Одиссея. Учитывая, что у него они и в ближнем бою что-то могут отряды и хотя бы пару дротиков имеют. Это реально круто. Так, ты здесь? Здесь несколько великанов осталось. Намек он понял. Но начинает расстреливать здесь наши. Ахейские прачники. Давайте, наверное, сфитки в бой. Три отряда бросим. Пока их перебьют. Давно пора было. Все, прачников переплюнули. Но здесь наших подставили немножко прачников. Ладно, вперед. Вы на бегу можете стрелять. Чем сейчас вы должны будете заниматься? Убейте застрельщиков. Они легкие. Они слабенькие. Ну, подходить. Сражаться пока не нужно, но подойти стоит. Главное, чтобы сейчас авангард гигантов не решил напасть на них. Они просто обманывают. Они просто изображают бурную деятельность. Они не планируют нападать на вас. Они не агрессивные. Расстреливай. Так, займись героем. Вы продвигаетесь дальше. Занимайтесь авангардом. Аккуратно проходите так, чтобы не зацепили вас. Великолепно. Прачники. Хотя преследовать тут уже смысла никого нет. Троих бросаем в бой. Здесь еще авангард действует. Заходим. Великолепно. Уничтожить. Все-таки два отряда поставим прикрыть. Один идет на площадь. В обход. А успел прикрыть. Отрядиком. Отступите. Дайте возможность гарпиям их безнаказанно убивать. победа уже близка. И не коцать вас. Овеликолепно. Овеликолепно. Вот и все. И никакие гиганты. Мне, кстати, вообще авангард не особо понравился. Да, у них есть передовое развертывание. Да, они могут ворота неплохо ломать. Но в остальном их перебивают быстренько. что, долго будете возиться? Идите на площадь. потеряет боевой дух. Закончим их мучения. Не стрелять. И победа. Даже второй герой сейчас в совокупности. Знаете, зачастую чем больше армия, тем может быть даже герой, оставшийся один меньше может сделать. Потому что в соотношении ему выделяют процентную долю влияния на исход сражения небольшую. Соответственно, полоса баланса растет в нашу сторону больше, а это сказывается на его морали и он начинает бежать. Такая грустная история. Исключительные войны. Мерезин. Тем не менее, в гарнизоне дополнительный отряд гигантиков это хорошо. Сносил постройку мы не видим. Хоть тут и древесина, которая нам нужна. Пленных в бою влияние после победы. Увеличим. Так, ару я древесину. Провинция более-менее спокойная. Претензий нет. Увеличиваем еще прирост продовольствия. Мы выходим в плюс. По большому счету сможем двумя стэками даже отправиться в сторону трою. Один оставить здесь. Следить за порядком. таким вот образом разобраться. С тобой у нас как? Ты воюешь. Договор есть. В принципе и с пилосом и со мной. Они нападением. Значит, тебя пока что оставим в покое. Нам нужно углубляться вот сюда. Но эти земли я уже предлагаю обменивать. то есть если клейтер мы еще оставим себя себе себе клейтер то дальнейшие поселения которые могут нам отойти даже золотое поселение хотя не золотое поселение мы тоже себя оставим провинция такая более-менее для нас пригодная. Ну вот это поселение в перспективе обменяем продадим союзников тут вокруг очень много вот еще одно поселение которое дает кентавриков можно нанимать кентавриков кстати исправили кентавр также по крайней мере у меня по-прежнему тут кентавр так написано к сожалению вот как-то так что ж друзья Одиссей строит свои коварные планы и за счет коварства обмана возьмет с херею без проблем он пообъединял сейчас свои силы мы подстрекательство успех можем ради интереса сейчас сделать так смотрите напасть посмотреть что здесь да как по гарнизону что за город город знакомый я я его буду называть как минимум эту планировочку города овценосную именно здесь мы познакомились с овцами и курицами в первую крупным планом на следующий ход можно будет еще покоцать ну и примерно посмотреть гарнизон а вдруг гарнизон может восполнять потери при этой способности Одиссея то есть я снимаю осаду так же продолжаю грабить и на этом ходу еще не беру хоть и можно было но эксперимент интересен результат узнаем в следующей серии уже друзья мои с вами был Веру всем добра пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok